Вот здесь вот он ему руку ломает. По-настоящему ломают руку. Дамир Исмогулов пообещал не сильно бить Рафаэла Дос Аниаса. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а как так получилось, что Рафаэль Физиев не выйдет против Дос Аниаса? В чем там дело? В сегодняшнем выпуске, друзья. Приветствую вас, джентльмены, ассалам алейкум, друзья. В сегодняшнем выпуске поговорим о возможном поединке. Вот уже 5 марта Дамира Исмогулова против экс-чемпиона UFC в легком весе Рафаэла Дос Аниаса. Очень серьезный поединок, друзья. Также будет у нас небольшое интервью с Титу, Канат Султан. Это у нас ММА Академия Шимкент. Есть о чем поговорить с нашим братом. Итак, приступаем по поводу Дамира Исмогулова. Вообще, в принципе, друзья, чтобы вы понимали, вот на UFC 272, кстати говоря, будет биться еще и наша Мария Агапова против Марины Мороз. И мы ждем победы от нашей Марии. От Машки ММА. Это во-первых. Во-вторых, в этом карте должен был драться также уроженец Казахстана Рафаэл Физиев. Должен был он драться против вот как раз-таки Рафаэла Дос Аниаса, экс-чемпиона UFC. И как сам пишет на своей инстаграм-страничке Физиев, я вам зачитываю. Для меня это словно поражение. Я опустошен. Я прошел очень хороший тренировочный лагерь. Был готов на 100%. Все было идеально в плане готовности к бою. Прилетев в Вегас, после первой тренировки я почувствовал себя плохо. Мое тело словно переехал пояс. Я так плохо себя в жизни не чувствовал. Утром приехал в госпиталь, и там мне подтвердили COVID-19. Три дня все было ужасно, голова лопается, температура не падает, кашель. Сегодня уже лучше. Но как вы все понимаете, в таком состоянии гонять вес и драться в субботу 5 раундов, это не очень хорошо. Не знаю, что еще сказать, извините. В любом случае мы еще повоюем. Только немного подлечусь и посмотрим, как пойдет болезнь дальше. Всем спасибо за понимание. Вот так вот, друзья. То есть, Рафаэль Физиев, к сожалению, у него ковид. Только вот по большому счету начался. То есть, объяснять, я думаю, лишний раз не нужно. И, конечно же, это произошло совсем недавно. 13 часов назад, по крайней мере, я смотрю по дате, по времени, когда Рафаэль Физиев непосредственно опубликовал данные по своем инстаграме. И, естественно, сейчас, и после этого, Дамир Исмогулов сразу же на своей страничке читаю, что пишет Дамир Исмогулов. Я на старте. И отмечает Рафаэль Дос Аниаса. И я уже в весе. Просто подпиши контракт. Сильно бить не буду. То есть, здесь он отмечает и UFC. Здесь он отмечает и Дана Уайта. Друзья, то есть, Дамир Исмогулов выявил желание драться против Рафаэла Дос Аниаса вместо Физиева. Вот в чем дело, друзья. И не знаю, что, как будет сейчас. Подпишут ли договор на этот поединок, во-первых, Дос Аниас с Дамиром Исмогуловым. Дадут ли такую возможность Дамиру? Но, как сам Дамир говорит, он в полной прекрасной физической форме. Надеюсь, что все-таки все получится. Мы, казахи, очень дипломатичны. Мы умеем разговаривать. Мы умеем разруливать там Тоси, Боси и Пятая, Двадцатая. Я думаю, вам объяснять не нужно. И наверняка, я думаю, здесь многое будет зависеть непосредственно от менеджера Дамира Исмогулова. Я имею в виду, конечно же, нашего Абдрахманова Саята. Хватит ли у него влияния? Хватит ли, я не знаю, его авторитета там в UFC, чтобы раз, и это стало возможным. Очень надеемся, очень надеемся, что все получится. И Саята Абдрахманов сможет все-таки подписать данный контракт. И мы увидим уже вот 5 марта, через 4 дня, поединок Дамира Исмогулова против Рафаэла Досаниаса. Вот такие вот, друзья, новости непосредственно по Дамиру Исмогулову и по Физиеву. Это во-первых. Теперь давайте пообщаемся непосредственно с Тито. Канад Султан. Это Академия ММА Шымкен. Там есть целых 3 очень интересных, так скажем, инфоповода. Так что все, внимание на экран. Салам Алиппетита. Первый же мой вопрос. Совсем недавно прошел чемпионат мира по грэпплингу версии UVV, United Wrestling World, если я не ошибаюсь. Где участвовала наша сборная Республики Казахстан. И ты также участвовал, я знаю, поделись, пожалуйста, итогами, как прошел этот чемпионат. Как сложился он для нашей команды, для тебя в частности, и для твоих учеников, если участвовали? Салам Алейкум Сула. Получается, в декабре, 11 декабря 2021 года, состоялся чемпионат мира по грэпплингу версии UVV, где Казахстан занял общекомандное второе место. Я также выступал. Это мой первый мир. И занял третье место, занял бронзу в категории ги. Это в кимоно, да? Это в кимоно, да. Твои ученики, адепты Академии Шимкент участвовали ли там? Участвовала сборная Чимкента под руководством Турикбенова Бирихана. Это президент федерации грэпплинга по городу Шимкент. Много ребят поехало и заняли первые места, стали чемпионами мира. В общем, привезли хороший результат именно по Шимкенту. А также много кто занял из кадетов, детей, но мы туда не возили. А вот по поводу, я хотел узнать, что есть, как я понимаю, есть уже какие-то перестановки кадровые в самом UVV и непосредственно по Шимкенту. Да, по Шимкенту недавно, буквально где-то 10 дней назад, меня назначили почетным президентом UV-грэпплинг по городу Шимкент. Получил назначение и теперь мы будем развивать не только ММА, но и грэпплинг. Это тоже популярный вид спорта. Говорят, в дальнейшем это будет олимпийский вид спорта. И сейчас мы плотно занялись развитием в нашем городе именно секции грэпплинга. Давайте перейдем к следующему вопросу, также о прошедшем чемпионате мира. Вот в Абу-Даби у нас был, да, Паверсаймов, да? И МАФ, извиняюсь. И я там знаю, участвовали также и ваши ребята с Академии ММА Шимкент. Кстати говоря, к ней мы еще вернемся. Как прошел этот чемпионат мира для адептов твоего клуба? Ну, наши кадеты в этот раз поехали женский состав. Поехали три девочки. Жанара, Каракоз и Исабек Назерке. Ну, в разных весовых категориях. И Исабек Назерке заняла второе место. Чуть-чуть ей не хватило в финале. В общем, по очкам уступила россиянке. Ну, это первый мир для нас. И это большой результат. Показать сразу себя на таком уровне. Отлично. Мое поздравление. Ну, сразу же давайте перейдем к... Мне очень интересно, что происходит сейчас с Академией ММА Шимкент? Какие новости? Что-то мы совсем мало про вас слышим в последнее время. В Академии у нас все хорошо. Развиваемся, растем. У нас сейчас около 570 кадетов тренируются. И из них только 250 человек занимаются ММА. У нас сейчас уже растут. Многие переходят из любительской карьеры в проф. Мы готовим уже 5 или 6 бойцов, которые в ближайшее время весной уже о себе заявят в проф. Лиге. То есть, либо в Октагоне, либо в Алаш-Праде, либо в NFC. Мы сейчас готовим дебютантов. Также у нас ребята, у которых уже есть рейтинги, готовятся. Ну, у кого-то травмы по каким-то стечениям обстоятельств тоже выйдут, в общем, осенью. Мы постараемся до Рамадана провести бои, либо после. И у нас еще также мы переключаемся тоже на такую сейчас очень популярную лигу кулачных боев. В кулачных боях хотите, да, участвовать? Да, да. Я недавно был в Москве, и уже я вплотную веду переговоры с матчмейкерами. У нас есть очень сильные ребята, чемпионы мира, чемпионы Казахстана по боксу, которые в ММА, ну, у них нет борьбы, честно говоря, да, очень много времени потребуется, без борьбы в ММА делать нечего. Но в плане бокса и кулачных боев это очень сильные ребята, я думаю, они себя покажут и очень хорошо покажут результаты. Готовимся и будем скоро, я думаю, там тоже выступать. Это все выходцы, получается, вот с Академией Мэшенкена, вот именно по боксу, да, я так понимаю? Да, именно по боксу. Вы говорили, что около 500 кадетов у вас занимается. Это огромное количество детей, подростков, я так понимаю. Это какая-то государственная программа или что? Да, сейчас вот государство, вот спасибо нашему президенту, сейчас он ведет такую программу для развития спорта в целом в стране. И сейчас очень популярная такая программа по душевой ArtSport KZ, где оплачивают за каждого ребенка, за каждого кадета, который занимается олимпийскими видами спорта, то есть оплачивает государство. Идет все сейчас через онлайн, то есть сейчас детям дали возможность тренироваться бесплатно. То есть ребенок может тренироваться бесплатно абсолютно, записаться на вид спорта и все. За него оплачивает государство. И тем самым идет популяризация спорта. Мы одни из первых, кто работает по этой программе. И это очень большой подъем и очень большой толчок в развитии спорта. Как в Советском Союзе. У нас в Советском Союзе было точно так же, да? Надеюсь, так же будут поддерживать и кружки по шахматам, по мастерски, по информатике. Было бы очень круто. Вот так вот, друзья, что вы об этом всем думаете? Во-первых, ваше мнение по поводу вот Дамирис Магулов, Рафаэл Досаня. Состоится ли этот поединок, это раз. И кто окажется сильнее, это два. И если, буду еще очень даже благодарен, если напишите в каком раунде и как именно закончится эта схватка. Второе, что вы думаете непосредственно вот по Академии ММА Шинкент. Давайте вы пишите, кстати, вот такая вот, да, инициатива государства вышла о том, что они оплачивают вот именно секции спортивные детям. Тоже выскажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, всем пока, ассалам алейкум. Ари ведерчи! Субтитры сделал DimaTorzok